Всем привет! В этом видео мы разберемся, как поменять логин и пароль Сбербанка Онлайн, что делать, если вы забыли логин или пароль, и как поменять пароль, которую вы вводите пятизначный при входе в само приложение Сбербанка Онлайн. Обязательно досматривайте это видео до конца, чтобы у вас не оставалось вопросов, а также ставьте лайк под этим видео и подписывайтесь на канал. Для начала давайте начнем с обычного пароля, который нужен при входе в Сбербанк Онлайн. Вот пароль из пяти символов, вот допустим, перезайду, вот этот пароль вы, допустим, забыли. Как его восстановить и что делать? Сначала нам нужно выйти с приложения Сбербанка, это можно просто перезапустить приложение, либо в левом верхнем углу мы нажимаем на логотип, листаем в самый низ и выбираем пункт «Выйти из приложения». Вот, у нас перекидывает на вкладку «Вести пароль». Далее мы нажимаем «Не можем войти». Вот здесь, почему мы не можем войти, нам предлагают. Либо плохое соединение с интернетом, либо мы забыли. Мы забыли и нажимаем кнопочку «Создать новый пароль». Так, нажмите «Продолжить», чтобы придумать новый пароль для входа в приложение. Нажимаем «Продолжить». Итак, нас вообще выкинуло с аккаунта, и теперь нам нужно еще раз войти в приложение. Вот, то есть мы входим, допустим, либо по логину, либо по карте. Я вхожу по номеру карточки, ввожу номер карты и нажимаю на кнопку «Продолжить». На мой телефон сейчас придет смс-подтверждение, которое нужно будет ввести в этом поле. Вот, и здесь мы уже придумываем новый пятизначный код «Пароль» для входа в приложение. Повторяем ранее введенный пароль. Далее можно сделать еще отпечаток пальца, если у вас доступна эта функция на телефоне. Желательно ее сделать. Как раз в случае, если вы забудете пароль, вы сможете всегда войти по отпечатку пальца. Вот, нажимаем «Использовать отпечаток пальца», если вам это нужно. Все, и мы вошли в приложение Сбербанк. Если мы теперь хотим поменять логин, либо пароль, нам нужно воспользоваться не мобильным приложением Сбербанк Онлайн, а зайти на сайт. То есть в Google или в Яндексе мы просто вводим Сбербанк Онлайн. Вот, допустим, таким образом мы сразу переходим на первый сайт online.sberbank.ru. Переходим только на этот сайт. Вот, все, сверху видим, сверху что у нас написано online.sberbank.ru. Это официальный правильный сайт. Вот нас здесь просят ввести логин и пароль. И ниже мы смотрим. Это на случай, если вы забыли именно логин и пароль, то мы нажимаем на соответствующие кнопки «Забыли логин». Здесь нужно будет ввести номер карты. Далее мы вводим код подтверждения и придумываем новый логин и пароль. То же самое и с восстановлением пароля. Чтобы восстановить пароль, нам, соответственно, нужен логин. Вот если мы назовем за это самое восстановить пароль, вот нужно ввести логин, опять же, подтвердить все. Это все восстанавливается спокойно, если у вас доступ есть к номеру телефона. Если вы не забыли логин и пароль, вы помните данные от аккаунта, то уже заходим в аккаунт именно через сайт. То есть через этот сайт вводим логин, либо пароль, либо входим по номеру телефона. Итак, вот мы перешли в мобильном браузере под своим аккаунтом. И теперь в правом и левом, ой, в левом верхнем углу нужно нажать сюда на три полоски. Теперь переходим вот на такой значок шестеренки. Вот сюда нажимаем. И здесь мы сразу можем сменить логин. Допустим, вот просто ввести новый логин и повторить логин. А также сменить наш пароль. Ввести текущий пароль, введите новый и повторите все. То есть если у нас есть данные уже от аккаунта, мы ничего не забыли, то все можно поменять внутри сайта Сбербанка. Вот, в принципе, на этом у меня все. Если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно задавайте их в комментариях под этим видео. Даже если вам просто понравилось это видео, напишите под ним любой комментарий. Обычно отвечаю на все ваши комментарии по возможности. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!